Всем привет! В данном видео мы подробно разберем стандартный билд за локи. Аом игра ситуативная, поэтому не всегда можно рассчитывать на какую-то заученную стратегию, но данный билд знать все равно нужно. Первым делом мы заказываем в телеге грейд на собак и первых двух рабочих мы отправляем на стартовую охоту. Ульсарк у нас ставит дом. Ставить дом мы будем рядом с башней, таким образом, чтобы можно было сделать волшип здесь, в случае если оппонент будет агрессивно играть. Заказываем двух рабочих на еду и еще одного, который пойдет у нас на золото. То есть у нас будет 4 на еде, один на золоте, потом мы заказываем телегу и еще одного рабочего. Они оба пойдут у нас на золото. Дальше мы идем в разведку ульсарком таким образом, чтобы собрать свинок. Они в основном находятся в центре карты, а углы мы разведаем стартовыми свинками, которые у нас были. Старайтесь использовать хаткей на телеге, чтобы можно было их подправлять. Ульсарком мы кидаем шпиона сразу в охоту и оббегаем вокруг базы оппонента, чтобы понять где у него золото, где можно понапрягать его. И потом тут же возвращаемся на базу, ставить храм. У нас выходит рабочий, следующий на дерево, после того как мы два на золото сделали, затем телега. Далее у нас идет гном, гном идет на золото. То есть у нас 4, 2, 1. Сейчас будет 3 на золоте. Далее у нас идет обычный рабочий, который пойдет также у нас на еду. Все, этот ульсарк уже возвращается на базу, ставить храм. Как только он добежит ресурсы накопятся, то у нас уже 5 на еде. Далее идет у нас гном. Старайтесь телегу вот эту держать таким образом, чтобы вот этот гном мог сбросить. Потому что как только он сбросит, у вас будет золото на этого гнома. Поэтому старайтесь поближе к нему телегу держать, чтобы втыков у вас не было. Далее у нас один рабочий на еду и еще один седьмой. То есть было у нас 5. После этого гнома плюс 2 на еду. И еще один рабочий у нас пойдет уже на лес. И после этого еще 2 гнома на золото. Ставим мы темпл таким образом, чтобы он стоял сейфово, чтобы нам его не сломали. Здесь также мы можем, кстати, сделать волшип, если вдруг будет какая-то агрессия. Вот у нас уже есть 400 еды. Как раз мы набрали с одной охоты. И тут же заказываем героев, потому что у нас было больше чем 480 еды. 400 на переход, 80 на героя у нас. И сразу ставим плюс 2 домика. Ставим их таким образом, чтобы можно было здесь фермы подсеять. То есть не надо слишком близко ставить к ТЦ здание. Тут можно фермы в два ряда сделать. Но и слишком далеко тоже не нужно, потому что данный центр, можно так сказать, под защитой держит этот дом. Сразу отправляем героев вперед. Мы, кстати, не забываем, после того, как мы заказали переход, сразу срываем двух рабочих золото, отправляем их на лес сразу, не дожидаясь выхода гнома, который был до заказа перехода. То есть мы заказали переход, и тут же срываем рабочих сюда, потому что нам нужно будет очень быстро сделать грейд на героев, чтобы увеличить им скорость передвижения. Это очень важно. Сделали мы переход, отправили на следующую охоту рабочих. Не выходим мы на передовую, потому что могут наказать. Ставится барак сразу после того, как сделан переход, и плюс домик. У нас должно быть 55 лимита. С ТЦ мы делаем гномов сразу после перехода нон-стопом до 9 на золото. До 9. Набиваем себе фавор, потому что грейд, который мы хотим заказать, стоит 10 фавора. Не рекомендую сразу с барака заказывать героев, потому что нужно дождаться, когда у вас будет хотя бы 7 гномов на золоте, потому что если вы закажете здесь героев, у вас ТЦ будет простаивать. Вам не хватит золота. Для того, чтобы поддерживать производство с храма и барака, и еще и одновременно гномов делать, это очень много золота. Ставим фонтан сейфово здесь, можно вот так вот. Наша задача сделать 12 героев. Этого нам будет достаточно. Все, на грейд мы уже накопили. Можем заказать с храма. Дотекание у нас с барака ближе будет. Поэтому... Как только вы сделали 9 на золото, начинаете добавлять гномов на свинок, и делаем грейд... Делаем грейд на овец. Продолжаем ставить дома нон-стопом, таким образом, чтобы далеко они не были поставлены. И слишком близко тоже не нужно, напоминаю. Ставим дома до 95 лимита. Нам нужно очень много лимита, для того, чтобы заходил миф-спам, когда мы бьем здание, или сражаемся. И самое главное, это не потерять героев. То есть, пробитых отводим вот сюда. Хилять. Немножко миксим с обычными рабочими. И вот после того, как у нас 95 лимита, копьем дерево на кузницу для перехода. Видите, как нам миф-спам дает? У нас как раз лимит забьется. Видим, что у нас золота многовато, поэтому... Делаем гномов. Стараемся рассчитать таким образом, чтобы было 500 золота и 800 еды под переход. То есть, у нас вот такие вот апгрейды до перехода в геройку. Кирка у нас будет сделана позже. Ставим темпл второй. На передовой. Если у нас все хорошо, и мы давим. Стараемся ставить таким образом, чтобы можно было контролировать золото. И чтобы оппонент не видел данный храм. Переводим, кстати, на золото побольше гномов с еды. Обычных рабочих мы отправляем на лес. Ну и парочку гномов можно оставить, добывать свинок, чтобы было где-то 9 примерно. И делаем апгрейд. Нам нужна кирка уже. Много гномов для того, чтобы мы могли кабанов спамить. С данного храма. Можно и топор, кстати, заказать. Не будет лишним. Если у нас по идее все хорошо. Нас не сгоняли, то топор мы делаем. С бараком можно немножко добавлять топорометатели. Они нам пригодятся. И на передовой нам тоже барак нужен. Потому что топорометатели очень медленные. Лучше их заказывать вот отсюда. Чтобы они быстрее здесь появлялись. Ну и после перехода мы продолжаем делать гномов. Потому что нам не нужно очень много рабов. Они занимают лимит. Нам нужно, чтобы спамились мифы. Вот такие вот апгрейды у нас. Ну и дальше с ВВ можно уже идти убивать. Далее мы можем сделать какие-то апгрейды в кузнице. Допустим. Или заказать грейд на топорометателей. На средних, допустим. Или же вместо вот этого вот барака следующего. Можно поставить маркет и задуматься о мифике, допустим. Но данная стратегия предусматривает именно героический пуш. Ну на этом у меня все. Еще раз покажу вам, какие должны быть тайминги. То есть 4.26 это самый быстрый переход, который можно сделать. Именно 7.4.4. Это идеальный переход такой. Ну и очень быстрая героика у нас. Можно, конечно, быстрее сделать переход. Но опять же 7.4.4 такой тайминг. На этом у меня все. Всем спасибо. Всем удачи.